Лозунг «Кукуруза, королева полей» действительно означал абсолютизм. Кукурузу пытались растить везде и для всего. Новый фаворит считался и средством, и целью. Кукуруза знаменовала собой подъем сельского хозяйства. Кудесница кукуруза должна была обеспечить сырьем и чуть ли не все отрасли промышленности. Кукуруза в тех масштабах, которые ей хотел придать Хрущев, это десятый класс земледелия. Это уже аттестат зрелости. Она требует особых машин, огромное количество очень тонких, серьезных машин. А российское, советское земледелие в то время было где-то в пятом классе. Машин не было, удобрений не было. И самое главное, уже не хватало миллионов рабочих рук, чтобы на этих масштабах руками женскими справиться с тем, для чего не было машин. И удобрений не было. Когда фермер Гарст, американский, у которого Хрущев учился и которого считал своим другом, увидел на Кубани, что сеют кукурузу без удобрений, он как резанный заорал своим густейшим таким голосом на всю Кубань. «Прекратите, я буду жаловаться Хрущеву, нельзя сеять без удобрений». Этот святой американец не знал, что в России уже 6-7 лет сеют без удобрений. Хрущев потом оправдывался. Да мы знали, что без удобрений нельзя, но надо было народ кормить. Он думал накормить народ кукурузой без удобрений. «Прекратите, я буду жаловаться».